Программа пребывания уже известна. В наш регион приехали члены Совета Федерации и уже провели заседание одного из комитетов. Главные вопросы для обсуждения оборона и безопасность. Выездные заседания стали для комитета традиции. В наш регион делегация приехала не для проверки или оценки. Члены комитета хотят лично увидеть работу предприятия оборонно-промышленного комплекса, в частности, авиазавода. Наблюдения и выводы могут стать основой для новой федеральной программы и законов, которые касаются государственного оборонного заказа. Кроме этого, гости намерены встретиться с руководством МВД и ФСБ региона, чтобы обсудить с ними вопросы общественного порядка и работу областной антитеррористической комиссии. Коснуться и лесной темы. Мы еще посмотрим вопросы обработки и добычи леса на территории Иркутской области. Здесь есть ряд вопросов. Мы знакомы с теми слушаниями, которые здесь у вас были проведены, теми вопросами, которые люди поднимали. Мы хотим те правоохранительные структуры, которые в первую очередь должны стоять на страже соблюдения законностей в этой лесной отрасли, тоже с ними поговорить. Разговор с главой региона Сергеем Левченковым и представителем Совета Федерации уже состоялся. И это не единственная встреча губернатора с высокопоставленными гостями из федерального центра. Накануне в Иркутскую область нанес визит исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. Итог разговора с ним – разработка дополнительного соглашения о социально-экономическом партнерстве между компанией и регионом. Документ будет подписан в ближайшее время. Мы обсудили с ним дополнение к соглашению, которое подписано, действует у нас несколько лет. Эти дополнения касаются развития дополнительных производств на ангарской нефтехимической компании. Это касается и социальной сферы, и в том числе по работе сетей заправок, которые мы будем расширять на территорию Иркутской области. Продолжение следует...